Музыкальные номера, танцы и, конечно, театральные миниатюры. Программа Всероссийского фестиваля МКС, молодежного конкурса стемов. Театру Юрия Гагарина три года. Все это время студенты Аэрокосмического университета в свободное от занятий время посвящают себя искусству. Именно оно позволяет смотреть на мир широко открытыми глазами, уверены артисты-любители. Увидеть то, что не замечают другие, а потом показать это в стемах. Это отдушина. Это отдушина, то, во что ты, в материал, который ты вкладываешь всего себя. Ты не спишь за две недели до фестиваля, потому что тебе нужно написать новый материал. Мы привыкли выступать с новым материалом, нам не хочется говорить о старом. Мы хотим удивлять зрителя нашего. На третьем Всероссийском фестивале стемов студенты говорили о многом. Пародировали современных политиков, семейные и социальные взаимоотношения. Шутили студенты и о недалеком прошлом. Ведь именно тогда они видели мир детскими глазами. Есть один коллектив, который нас окунул в наше беззаботное прошлое, скажем так, двухтысячных годов. Это было очень интересно, это было очень познавательно. И было приятно, что вспомнить для самого себя, потому что, в принципе, ребята показали то, как мы тогда, наверное, существовали и жили. Родоначальником стемовского движения в Самаре считается Аэрокосмический университет. Ежегодно ВУЗ устраивал городской фестиваль стемов, а потом замахнулся на всероссийский уровень. Сегодня на конкурс МКС приехали мини-театры из Ростова-на-Дону, Волгограда, Долгопрудного и Москвы. Самару представляют четыре творческих коллектива. Стем – это такой особенный мир, наверное. Это театр, в то же время это юмор, это студенчество, это жизнь, это безумная активность. И вот это все, оно объединяется в слове, в аббревиатуре, точнее, стем. Это невероятный, на самом деле, заряд эмоций. На фестивале МКС сердца жюри искрометным юмором покорил Самарский театр миниатюр имени Гагарина. Второе место у Паланта из Ростова-на-Дону. Московская студия ДТП – третья в списке лучших стемов России. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.